Здравствуйте! А что там еще внутри? Один купон на запуску и один пилисик на голосование. О, супер! Спасибо большое! И, естественно, на таком событии есть известные персонажи, как Киргудов. Приходите к советской рюмочной. Вот она, вот она, советская рюмочная, где сохранилась. 50 грамм, 45 рублей. Не так дорого. Класс! Всем хорошего дня! Вот, друзья, ходишь-ходишь, снимаешь такие большие аппараты, там еще что-то, бутылочки. Все говорят, да, снимаете наши бутылочки. Единственное, Андрей догадался налить. Я же продрог уже на питерской погоде. Вот, Андрей, спасибо огромное! Желаю вам удачного чаще в Грандстакане, в выставке, чтобы напитки победили. Спасибо! Ваше здоровье, ребят! Будем стараться! Вот один из самых колоритных стендов для своих, все четко. Смотрите, какая красота и вкуснота. Здорово! Можно закапать, чтобы было что-то показать? Да-да-да, надо что-то там лотерею только сейчас вытряхнем. Да. Сейчас кальвадосика немножечко попробуем. Друзья, ну что, вот в такой прекрасной компании с этими серьезными мужчинами я дегустирую в выданном стакане. Кальвадос, ваше здоровье! В самолете святое! Вот! Такая лечебная хренауха, ребят. Если вы думали, что это просто крафтовая для своих, это лечебная. Вот, а чего лечиться будем? Каждая от своего, да? Все согласно рецептуре доктора, да? Рюмочка от одного, две от другого, бутылочка от третьего. Ну такая, это не знает чего-то. Наливайте. Начнем какую? Лечебную. Да, пшеничка. Это на зерновой водочке чуть-чуть-чуть идет. Да. Спасибо. А вот, смотрите, какой симпатичный джин. Наверное и вкусный, да? Максим. Вкусный? Конечно, конечно. Джин это вообще моя слабость. Добрый. Если угостите, буду очень рад. С тоником или чистым? Давайте один к одному попробуем раскрыть. Это Роман Ильиченко. Здорово, здорово. Ну вот, уже здесь у меня джинчик. Вот автор. Вот такой вот прекрасный джин. Сейчас мы его пробуем. Ваше здоровье. Что скажется? Сейчас слушаю пока. Есть что слушать? Прекрасно. Слушайте, очень интересный, да, букет. Ну, по составу надо консультироваться. Состав непростой. Мне захотелось даже чистым попробовать. Мне кажется, это надо сделать. Но это попозже. Хорошо. Ждем вас. Приходите. Друзья, мы зашли к Андрею Андрюшину на стенд. Мастер, это не зря дают такой бейдж. Я надеюсь, я оправдаю. Ну, я думаю, что все будет отлично. Можно, да, грапу попробовать? Здесь есть, смотрите. Это мне передали ребята из Москвы. Да. Виски Дримс. С коллаборацией Виски Дримс. И, конечно, можете попробовать. Вот такая грапа. Значит, грапа сделана вот конкретно из Саперави. Я в этом году делал... Да, Саперави. Половина Саперави, половина Кабернефрама. Делал вино. Осталось много, достаточно миски. Решил сделать грапу. Уже не первый год. Я уже достаточно давно этим занимаюсь. Но делаю принципиально без сахара. То есть это... Берется мезга. Заливается, желательно, дистиллированной водой или очищенной водой. Пропорции примерно одна треть от отжатого сока. То есть, если вы отжали сок там, около 100 метров, то заливается воды примерно треть, ну, максимум половина от того объема, который вы видите. То, что можно там еще забрать. Да, да. После чего это идет достаточно долгое дображивание в прохладном месте. Это может быть дображивание там и три месяца. После чего на прессе, на итальянском это все дело, соответственно, значит, получаю вторую вину. И после чего там двойная дистилляция на прямоту. Очень круто. Все звучит просто, но... Труда там много, да? Труда там много. Это все равно, что как рецепт изготовления пирамиды хеопса. Берешь миллион кубиков... И складываешь, правильно, последовательности. Спасибо огромное. Спасибо. А вот такая вот... А вот такая рядом ситуация. Смотрите. Дэнсинг бирс. Танцующие медвежата делают вишневку. Танцующие медвежата делают виски. Виски? Виски? Ага, спасибо. А можно историю? Из чего? Крисичный Криск, 20-й год, бочка густых резерв, 3 года ровно, с добавлением токсинового солода. Вот кто-то привозит, а кто-то сразу делает на месте. Здрасьте, расскажите, что у вас происходит. Такое интересное. Есть непрерывная бразда колонна, вся система, по всей системе создан вакуум, работает. Вот там есть приборчик 10 кПа, остаточного. Подаем из канистры вино, подаем вино, вводим его под вакуум-насосом, оно поступает сверху, а из вака поступает пар. Вот температура кипения бака 55 градусов. Пар встречается в колонне со стекающей бордой, выпаривается спирт, и спирт доохлаждает, подаем на выход. Борда стекает, и насос откачивает борду из системы. Все работает в автоматическом режиме, запущено. Пока есть исходник, она будет работать. Ну и второе ограничение объема бака жидкости в кубе, там вода чистая. Но, в принципе, на день работы 50-метрового бака на день работы хватает. Спасибо огромное! Классно! Спасибо! Пробуем! И начинаем дегустацию наших сибирских уже напитков кедровых. Любимые настойки твоего батя. Что за настойка? Настойка на кедровых орешках, цедре апельсина и ваниле. Отлично! Та самая кротовуха! Та самая кротовуха, ребята, смотрите! Вот, смотрите, правда, все, она существует, ее можно попробовать. Только здесь, на Ленгран-стакан. Но это в конце, это в конце выставки, потому что, ну, чтобы успеть остальные напитки попробовать, а потом уже гордоуха. Здравствуйте, а можно джинчик вашего попробовать? Да, конечно! Вот такой, ребят, смотрите, домашний джин 47, 18 года. Так. Вот такой домашний джин. Все бывает, какая домашняя хреновуха, да, там, медовуха, там, что еще, перцовка, а этот джин домашний. Очень даже, очень даже вкусненький. И смотрите, какой темный. Смотрите, какой он темный. Прям очень хорошо. Спасибо огромное! Здрасьте! Коньячком угостите? Вот чуть-чуть, чуть-чуть, да, чтобы еще дойти. А что за коньяк? Ага. Расскажете, как делается? Так, без секретов. Ага. Ваш коньяк? А можно, можно маленький рассказ? Ради того. От мастера. Как делается? Виноград и дистилляр заливаются бочки. Бочки 50 литров. В основные. Это 150 литров француз-перепет под модеры. Ну, почти 5 лет, какие-то 5 лет выдержки. Кокея 4,7. Отлично. Сейчас пробуем, дегустируем. Спасибо большое. А где вы производите? Выдержанный гранат, это прекрасно. Да. Чистый стаканчик. Налиток. Надо, наверное, полоснуть. На 5-100 грамм. Вот как на профессиональных стендах действует. Смотрите. Ну, жалко свой напиток лить после чужих. Нет. Это выдержанный гранат. Спасибо большое. Своей я. Нет, тоже какая-то своей. Так, пробуем выдержанный гранат. Слушайте, я вам хочу сказать, что очень интересная картина. Очень интересный вкус. Он еще продолжается. И особенно вот эта горочка гранатовая, это просто бомба. Это просто бомба. Алексей Галимин. Надо, правда, голосовать. Я буду голосовать за гранат. Гранат был. Все. Благодарим! Благодарим! Спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok